Так, спасибо. Все, коллега, вы вычеркнулись. Да, очень удобно, конечно. Да, пожалуйста, уж, да, чего уж, да. Я представлюсь, чтобы сразу меня знаешь, меня недавно на какой-то... Не, не, Лена, куда-то? На камеру. Да, я ее бачу, спокойно. На камеры, ближе. У меня, да, просто недавно на какой-то митинге обозвали Александром, меня зовут Елена, да. Да, это их была катастрофическая ошибка. Меня зовут Елена Бугло, я представляю здесь то, о чем здесь, как громко говорили. Я областная администрация управления внутренней политикой. С любезного приглашения и Натальки, и Виктора, и Юлии, да, мы... Я сюда как бы пришла, что бы мне очень хотелось сказать, не для того, чтобы обидеть всех милых людей, которые здесь. Первая мысль, которая меня все время здесь посещает, это о том, с чем бы это можно было сравнить. Я пыталась найти какие-нибудь аналогии в столетней какой-то, да, такой практик, которая была. В столетней я ничего не нашла, но когда была в заключении с Брюсселем, я вот как бы вспомнила то, что было 200 лет назад, где-то там Герцен, здесь какой-то кружок, вот так мы общаемся, тогда бы у них не было интернета. Как там у вас в Европе? Да, спасибо, хорошо, у нас в Лондоне, как погода, тоже неплохо, а что у вас? Да мы вот тут идем в Европу, ну, молодцы, и так далее. Ну, насчет себя, как бы мне вообще очень странно, вот даже сам лозунг «Мы европейцы» лично для меня, потому что, как бы для меня такой вопрос не стоит, он вообще совершенно странный. С таким же успехом можно было написать «Мы мальчики, мы девочки» и так далее, потому что я так для себя, у меня никогда не стояло такой вопрос, европеец я или нет. Это все равно, что белый я человек или нет, принадлежу я к Белоруссии или нет. Я знаю точно, что я европеец, что я живу в Европе, для меня никогда не существовало проблем европейских ценностей, как бы то в выборе работы, профессии. Я работала журналистом, для меня никогда не было проблемы цензуры, я всегда писала только о том, что я хочу, и никто никогда не запрещал мне писать то, что я хочу. Ну, правда, конечно, я работала на седьмом канале. Не, ну, это было, я же работала в 2008 году еще. Вот, точно так же, про свободу слова, про европейские ценности расскажу вам такой совершенно последний случай, который произошел в Харькове уже без Евро-2012. Несколько недель назад совершенно волшебным образом в областной больнице оказался европеец, 70-летний норвежец, который невообразимым образом попал в Украину, его просто привезли, положили перед областной больницей вместе с чемоданами, и люди, у которых он снимал квартиру, уехали. Ну, как он оказался? У него оказался букет болезней, которые только, может быть, вообще в медицинской энциклопедии, начиная с диабета, заканчивая отсутствием, извините за подробности, мочевого пузыря. Все это вот с чемоданами в совершенно практически предкоматозном состоянии попало в областную больницу, и начались долгие переговоры, собственно говоря, с норвежским посольством, потому что они понимали в областной больнице, а, даже если они лечат его на данный момент бесплатно, они не имеют права это сделать, потому что мы понимаем, что существует эта бюджетная организация, существует какой-то бюджетный кодекс, и завтра придет КРУ и скажет, куда вы дели 10 тысяч? Они говорят, что мы вылечили норвежца. Они говорят, а кто такой норвежец? Ну, то есть начнутся некие подробности и объяснения со стороны Украины, что мы просто проявили европейские ценности, скорее всего, для КРУ будут вполне необъяснимы. Переговоры с норвежским посольством, что, пожалуйста, придите, приедьте, как-то поговорите с ним, как-нибудь вообще платите его лечение и так далее, норвежское посольство проявляло европейские ценности, извините за такую тавтологию, они отказывались приезжать, платить и вообще с ним разговаривать, объясняли, что он свободный человек, как-то же он доехал до Харькова, собственно говоря, это его личная проблема, что с ним делать? Норвежское посольство так и не приехало. Ну, дочь нашлась, правда, нашлась дочь, она была в Америке, она не могла тоже приехать. Две или две с половиной недели боролись за жизнь норвежца, чтобы он как-то пришел в себя, собственно говоря, чтобы хотя бы оплатил свое лечение. Ну, не потому что... Потому что денег хотелось. Нет, ну я же вам объяснила, это не... Ну, то есть вы должны понимать, что его могли лечить сколько угодно бесплатно, он вообще, ну, он не подлеживает, собственно говоря, про зеону, он не подлежал вылечению, излечению. Но на самый-самый главный опрос, который пытались транспортировать его обратно в Европу, он категорически отказывался уезжать из Харькова, он сказал, что он приехал в Харьков, он здесь очень нравится, никуда собирается, он уезжать не собирается. Ну, это такая частично трагичная, частично как бы комичная история, которая демонстрирует, находимся мы в Европе или нет, интегрированы или нет. Я хотела бы обратить внимание, мы сейчас, если мы посмотрим с вами за окном, мы находимся в Киевском районе, в одном из центральных районов города Харькова, и за окном, извините за такое... О, литературное слово. А представляете, что происходит в Кигичевке, Сахновщине, Зачепиловке, ну, это те районы Харьковской области, про которые я только знаю. Европейские ценности там не то, что не дошли, местное самоуправление, реформа их мало интересует и так далее и тому подобное. Поэтому совершенно согласна с девушкой, не помню, конечно, как ее звали, которая в Брюсселе, которая объясняла нам, что наша Европа заключается в нас самих. Мы должны действительно распространять, если собравшиеся люди здесь действительно исповедуют европейские ценности, мы совершенно уверены в себе в том, что мы европейцы. Мы должны как-то приносить эти ценности не только в центре города Киева, который все готовы за евроинтеграцию, не только в центре города Харькова, и, собственно говоря, в городе Харькове, в отличие от Киева, мы все и так уверены, что мы в Европе. А мы должны же это приносить и, понимаете ли, там, где не ступала еще нога цивилизации. Зачепиловку. Вы просто, да, вы совершенно напрасно утрируетесь, смеетесь, понимаете, вот, ну, просто вот недавно. Да, дело в том, что вот это, смотря на то, что работает такая некая программа, исправьте, если я неправильно ее называю, что это Росвиток ООН, ориентированный на громаду, там есть какие-то, конечно, программы, существует, конечно, программы Ведроджиня, существует программа Библиомист, которая тоже достаточно активно впровадживается, достаточно приносит интернет в библиотеки, в сельские, и есть позитивные практики, когда, ну, жизнь действительно немного налаживается после этого. Но существуют, понимаете, как бы моменты, не то, что там только дороги дураки, а действительно люди живут совершенно другой жизнью, с тех пор, как ушли, понимаете, может быть, белые, у них еще ничего не изменилось в их жизни. Поэтому, наверное... В хорошую сторону. Ни в какую. Так как-то так требуют.